Мы в аренду взяли машинку для того, чтобы посмотреть эту небольшую страну. Я, правда, целыми днями нахожусь в ресторане. Сегодня выходной. Сегодня выходной, действительно. Ноттердам очень маленький городок. Но куда я без еды, конечно же, сразу же пожрать в любом городе. Мы приехали на огромный рынок в Роттердаме. Просто невероятное сооружение. И здесь, конечно же, куча всего. Типа сыры. Ух ты! Ну, народу. Ну, правда, сегодня суббота. Народу много. Да, это всегда большая радость, когда находишь достопримечательности в виде рынков. Потому что, ну, а что еще может быть для повара достопримечательностью? Музей? Да нет. Если бы был музей, например, колбасы. Да. А так только рынок. По разному цвету. Розовенькая, беленькая, и очень розовенькая. Все есть. А вот красная. Две за 4,99. О бонейка. Алло. Но 5 евро не так дорого Учитывая, что здесь еще есть Всякие курочки Хрустящие 5,7-35 5,5-25 Это 550 рублей за шаурму Ну, в принципе, если бы он там Закидывал туда полкило мяса То, может быть, это бы неплохая цена О, здесь даже можно попробовать Вот такие Вот эту пробовать больше всего Здесь птички все склевали Ой, очень вкусная колбаска А вот эту Офигеть, сколько цветных донатцев Ой, какие они красивые У детей, конечно, вызывает активное слиноотделение И они такие в шоке Типа, блин Такие крутые донатцы Так, пришла нам Кастрюлька С мидиями Потом у нас здесь Селедочка Голландская Настоящая Вот она Вот такая шикарная Вот тут цена на это все Видите, 20 евриков За мидий На двоих Селедочка 2,50 И фишн чипс Пятерик 50 соус Вот так выглядит фишн чипс Ну, то есть, ничего так Чувствуется, что кляр Мощный, поджаристый Что за соус, пока не знаю Ну что Вкусно Но выглядит потрясающе Наверное, свежачок Какой-нибудь из моря Так, селедочка Ну а как побывать в Голландии И не поесть селедки Конечно же, нужно начинать с нее Все остальное мы и так попробуем А селедка Она даже не пахнет селедкой Вот такой небольшой кусочек И ты понимаешь, что Вкуснее селедки И лично я в своей жизни не ел Серьезно? Серьезно? Надо пробовать быстрее Да, это просто потрясающе Вкус, как говорит Рома Фантастический Фантастическая селедка Бери, давай Что, мы ведем с собой домой череп? Надо Хотя бы парочку Упаковок Трудно Маринованные уксусные огурцы Конечно, зря Сюда положили Они невкусные По сравнению Они портят вкус селедки Фишин-чипс Мощный, конечно, кляр Очень круто Кляр плотный, но не так, как мы ели в Москве Где одно отец-то и нет рыбы совсем А что-то много рыбы? Ну, типа дресски Навага какая А вот эта? Или пикша Все? Да-да, бери Танюша, где наш рис греет? Супер! Просто не... Ну да, вкусно Правда, вкусно Хрустящаяся Где-то никакой воды, хотя рыба замороженная Кляр непротивный Угу Кляра практически нету Он покрывает тонкой, плотной коркой Вот умеют же делать люди Если вы вдруг захотите сыграть в шахматы То, пожалуйста Шахматы на полу Прям на входе Дети, взрослые Все кто угодно могут сыграть Блин, какое монументальное здание О, камса Черноморская Кальмарчики Конечно, очень выглядит все шикарно и вкусно О, салат-бар Тут что-то на палочке Типа вот такие вот сосисончики Ух ты Да, все из сосисок Дабл чист, чикаго док, чиниж док, шаурма док и перони док Ого, какие порции Ой, доски продаются Давайте поглядим на доски Вот она Загнивающая Европа Все есть Вот такие смешные сыры Интересно, чем они их красят Такая небольшая лавочка Сырная Где хамон, там китайцы Где китайцы, там хамон Вот это Однако зачет Что ж Попробовать различные Виды Свинных ножек Можно, наверное, только здесь Собака стоит, ждет, думает Даст бог им не перепадет Чориза и все, что с этим связано Блин, это шикарно Это шикарно Такое количество ног Ой Какие здесь ароматы Судя по всему, специи-то свежие Ого, какой прилавок Блинный 500 гривен 300 гривен Людям не лень придумывать Такое количество Судя по всему, сыровяленых сосисок Колбас Петр Пахомов увидит, скажет Мама миа, сколько же здесь колбас И все разные Блин, сколько здесь всякой Средиземноморской штуки Начиная с оливок Заканчивая осьминогами Бабушками, которые мешают снимать Оливки-то какие зеленые И красят Чем или настоящие Оп О, я хотел попробовать Но мне не удалось Ну ладно Вернулись обратно Мама миа, Санта-Мария А тут пошли Оливки черные Крашеные Коломато Вау И вот за 0,75 Можно купить Увядшую мяту Ну, типа, если кто-то Решил сэкономить И взять мяту Для засушки Пожалуйста Я тоже буду пробовать Нужно найти такую Которая Что, как Как щипцы, да? Вот, пустых поля Вот, которая закрывается Открывается Оп-оп-оп Потом берем мидию Вот так достаем ее Аккуратно Пусть они свежие Вкусные О, вонючая мидия какая Когда говорили Она от страха Что не пукнул Я по-другому сказал Это удобный способ Оп-оп-оп-оп В Голландии Большая проблема Как может быть И в ряде европейских стран Во Франции Мы были в Нижеве, да? Еще местами берут Оплату Телефонами То есть А здесь в Голландии Никто телефонами Оплату не принимает То есть нет терминалов Которые Считывают телефон Может они где-то и есть Когда ты покупаешь Феррари Например Может там у них есть Но в обычном магазине Оплатить телефоном Ты уже взяла На с собой карту В общем Село не асфальтированное Куда мы едем, Василий? Мы едем на ветряные мельницы Посмотрим Что же такое мельница Я не знаю Как вот Такие огромные штуки В которых тонны металла И Всяких запчастей Могут крутиться От ветра Мне кажется Ветер всего лишь Им помогает Вот как все-таки Интересно Страны разные И вкусы у людей разные Мы побывали на Мы побывали на двух фудмаркетах Один в Амстердаме Да, один в Амстердаме Мы соответственно решили Что никаких концепций В Россию привезти Ну, наверное, не удастся Потому что Ничего такого Что бы могло Привлечь, не знаю Меня как русского потребителя Там попробовали Там попробовали Ну, вроде бы Более-менее Все съедобно Для такого Чтобы вау-эффекта Не было, конечно Хотя Фишн чипс В Роттердаме, конечно Был Самый шикарный Который когда-либо Я пробовал в мире А я пробовал его Во Франции Пробовал его В Англии Пробовал где еще В Москве пробовал Да В Москве несколько раз пробовал Но и все это Не так вкусно В Роттердаме пока что Самый вкусный Потому что Тонкий кляр Грустящий Никакой воды Там между тестом И кляром Вот так вот Они выглядят Это прям Настоящие мельницы С которыми Бился Дон Кихот Но потом Их видите Обложили кирпичом Для того Чтобы он все время Не ездил Тут не ломал Ничего Мельницы Которые крутятся Наверное От ветра А может быть Вообще Это чистый фейк Ну в общем Конечно Я подозревал Что мельницы Будут такие Хайтечные Белые Красивые Как на картинках Журналов Оказывается Нет Это совсем Другие мельницы Ну то есть Девочки Искали это все В интернете Они то видели Видимо Я то не в курсе Я так водителем Подрабатываю Как тут Ну а что Выглядят они Конечно Прикольно Эти мельницы